Глава седьмая. Наказание сына Дроны. Шаунака спросил. О почтенный сута, скажи, что сталось с Вьясою после, когда певец истины покинул его жилище. Премудрый сказитель остался доживать свой век в своей уединенной обители, что расположена на западном берегу Сарасвати в Шьямапрасе. Вьяса и поныне вершит свой подвиг в том обширном густом лесу вдали от людских глаз. В тот же день после ухода на роды он окропил себя священной водой Сарасвати и принялся размышлять над словами вечного странника. Исполнить свой долг и быть свободным. Две взаимоисключающих потребности души. И можно ли осуществить обе, не ущемляя своего естества? Размышлял Вьяса. Как объединить два противоположных стремления? Народа прав. Лишь любовь к прекрасному согласует эти противоречия. Что до страданий, кои всецело происходят от неверного понимания себя, они уйдут сами собой, стоит душе выразить свою изначальную природу, свободные рабы прекрасного владыки. Самозабвенное служение дарует душе счастье и избавляет от страданий, которые совершенно чужды ее природе. Пожалуй, лучшее, что я могу сделать для людей, это поведать им о служении прекрасному. Мой долг – рассказать о Кришне таким способом, чтобы всякий, услышавший мою повесть, ощутил в душе неодолимое влечение служить Кришне. Тогда он позабудет о горестях, страхах и тревогах. Вдохновенный этой мыслью, Ясан собрал воедино все сказания о Всевышнем и огласил их своему сыну, блаженному Шуке, который ни единой нитью не был связан с миром вещей. Шаунака спросил. О, Суто! Как случилось, что безмятежный, равнодушный ко всему, добывающий удовольствие внутри себя, Шука увлекся родительским сказанием? Суто отвечал. Даже добывающие удовольствие в своей душе, безмолвные мудрецы, не способны сдержать удивление чудным делам Всевышнего, не умеют противостоять неотразимой его красоте, не в силах удержать порыв отдаться ему в ослужение. Потому дотоле, безразличный к звукам и образом внешнего мира, сын Ясы был пленен благой песней о красоте, коей поныне с упоением внемлет всякий, ищущий истину. Сказ о Кришне начинается с необычайного происшествия, что случилось при рождении наследника пандавов великого государя Парикшита. Когда, наконец, утихла великая братоубийственная бойня между семьями Куру и Панду и души падших витязей обрели покой на небесах, последний уцелевший сын Тхаритараштры, Дурьотхана, был призван, впрочем, против своей воли, сразиться в поединке с неистовым Пхимою. В битве той Дурьотхана полег на землю, сраженный третьим из пандавов, ударом в бедро, запрещенным правилами честного боя. Тогда разгневанный, невиданной подлостью, сын Дроны Ашватхама решил отомстить за своего предводителя и, тайно проникнув в ночной лагерь пандавов, предал смерти всех спящих врагов своих, а юных царевичей обезглавил и принес их головы на обозрение умирающему Дурьотхане. Но не обрадовался сей ужасной добыче сын Тхаритараштры и лишь печально отворотил взор свой от позорища. Когда Драупади услышала весть о том, что отроки ее, подло убиты коварным сыном Дроны, она содрогнулась, как Ива, под порывом ветра и в беспамятстве рухнула на землю. Арджуны и четверо братьев подняли супругу свою и принялись утешать ее и ободрять. — Не печалься, царица, — молвил могучий Витязь, — скоро я иссушу твои слезы. Стрелою своего лука я обезглавлю презренного Ашватхаму и брошу его голову к твоим ногам, дабы с упокоенным сердцем ты предала детей наших погребальному огню и окропила священной водою свое чело. Приласкав в печальную Драупаде, Арджуна, на чем стяге начертан обезьяна, облачился в сверкающие доспехи и, взяв с собою Кришну, возничим, отправился на золотой колеснице в погоню за сыном учителя, дабы отомстить за убиение невинных. Завидев позади себя облако черной пыли, душегуб догадался, что близится час его расплаты и припустил коней, что было сил, как некогда бог солнца в страхе за свою жизнь носился по небу, спасаясь от гнева Шивы. Когда же кони его в конец измотались и не могли более тащить железную колесницу, сын Брахмана, не видя иного выхода, решил отбиться от Арджуны светозарную стрелою, самым могучим и тайным оружием во вселенной. Каждый воин знает, если от преследователей нельзя уйти, их нужно уничтожить, а Шватхама коснулся воды и силою мысли сотворил особое заклятие, что выпускает на волю светозарное копье, погасить пламя которого не может ни одна живая тварь. Вмиг небо озарилось ослепительным сиянием, обращающим все вокруг в пепел и застывшие тени. В смятении победоносец обратил взор свой к верховному владыке. Арджуна взмолился. О Кришна, всемогущий мой повелитель, изгоняющий страх из сердца верных тебе слуг, не дай нам сгинуть в развершемся зеве смертоносного пекла. Предвечное существо, ты пронизаешь собою целое мироздание, повелитель многоликой природы, ты вечно пребываешь в покойном блаженстве, непоколебимом извне. Все сущее проходит пред твоими очами, жизнь рождается и умирает, влекомая твоим неумолимым колесом времени, ты выше страданий тех, кто заворожен окружающим обманом. Тебя не касается добро и зло, созданного тобою мира, и все же я прошу тебя, избавь верного раба твоего от ужасной смерти, пусть бы и обманчивой. Ты не сходишь на землю в бесчисленных обликах, дабы принести утешение тем душам, что уповают на тебя. Надежда лишенных надежды, Кришна, вырви меня из объятий всепожирающего пекла. Спаси, о Бог богов, от страшного сияния, что источает смерть во все стороны мира. Не дай разрушить зримый мир, убереги чад своих неразумных. Всевышний отвечал, Не тревожься, друг мой. Сияние, что сотворил убийца твоих детей, не причинит вреда ни тебе, на кого она особенно нацелена, ни кому бы то ни было из живущих, что попали под его действия от неопытности Ашватхамы. Я знаю, как обезвредить смертельное зарево. Тебе, искусный воин, нужно лишь сотворить точно такую же огненную стрелу и метко запустить в ту, что нависло над нами. Сута сказал, тогда, быстро спешившись, Аржуна, урожденный от небесного царя, окропил себя водою и сотворил молитву, разбудившую светозарный смерч. От сошествия двух светящихся струй в поднебесье застыл огромный огненный шар, в сиянии которого померкло дневное солнце. Нестерпимый жар охватил все три мира, обитатели коих обреченно восклицали «Вот он, огонь вселенского уничтожения, верно прежде срока, суждено нам сгинуть во всеобщем пожарище». Дабы унять отчаяния живущих, Кришна просил Аржуну погасить вселенский жар особым заклинанием, и великий лучник покорно исполнил волю Вседержителя. Вращая налитыми кровью глазами, Аржуна скоро схватил оцепеневшего от ужаса сына Гаутами и, скрутив несчастного тетивою лука, бросил себе в ноги точно жертвенное животное на заклание. Когда же вдали показался лагерь пандавов, Кришна вдруг остановил быструю колесницу и поворотился к пылающему гневам Аржуне. «Друг мой, почему ты не покарал злодея тотчас?» — молвил Лотосаокий. «Тебе не пристало быть снисходительным к убийце детей. Не сын благородного Брахмана лежит в твоей колеснице, но и испражнение. Души губ, какому бы сословию он не принадлежал, никогда не заслуживает прощения. Воин, чтящий законы чести, не поднимет руку на спящего, пьяного, безумного, испуганного или безоружного. Верный воинскому обычаю, не нападет со спины, не ударит ни ребенка, ни женщину, не просящего о милости. Подлец, что возводит свое благополучие ценою чужой жизни, должен быть предан смерти ради его же блага, чтобы не мог он творить больших гнусных злодейств. Пресеки жизнь негодяя, и ты спасешь его от многих страданий в нынешней и посмертной жизни. Все слышали, как поклялся ты перед лицом дочери пандавов бросить к ногам ее голову душегуба. Чего ты медлишь? Какого суда ты хочешь для где-то убийцы, который даже не позволил сынам твоим умереть смертью воинов? Его хозяин Дурьотхана и тот призрел своего слугу. Нет у него больше ни друзей, ни родных. Никто не опечалится его смертью. Убей подлеца немедленно ради его же блага. Сута сказал, сколь не увещевал Кришна своего друга свершить скорый суд над детоубийцей, благородный воин не захотел предавать смерти сына своего учителя и велел Кришне продолжить путь в их стан. Сойдя с колесницы, Арджуна указал Драупаде на пленника и поручил ей самой вершить судьбу душегуба. Аж Вадхама лежал на земле, связанный точно животное для заклания. не в силах посмотреть в глаза женщины, чьих детей обезглавил этой ночью. Но Драупади неожиданно отнеслась к убийце с невиданным благородством. Она поклонилась Аж Вадхаме в знак уважения перед его брахманским происхождением. «Развяжи его, Арджуна», молвила Драупади, «Не должно нам унижать сына нашего учителя». «По милости дроны ты и твои братья научились всем премудростям военного дела. По милости родителя твоего пленника ты превзошел всех других в стрельбе из лука». Не уж-то правильно будет обратить свое оружие против сына учителя. Сказано, что отошедший в иной мир отец продолжает жить в своем сыне. Стало быть, подняв меч на Ашватхаму, ты покушаешься на жизнь его отца и своего учителя. Не потому ли крипи не взошла на погребальный костер, что не считает себя вдовою, покуда жив сын доблестного дроны. Бесчестно для воина проливать кровь благородного семейства, что испокон веков воспитывала царственных отпрысков. Не заслуживает смертной мести наследник дроны. Пожалей, матушку Крипи, я не хочу, чтобы ее постигла моя участь, не заставляй ее рыдать по убиенному сыну. Помни, власть имущая не должны выносить суд духовному сословию. Проклятие Брахмана способно пресечь весь царский род и погубить царевых подданных. Пощади Ашватхаму хотя бы ради благополучия собственной семьи. Сута продолжал. Отпрыск самого вершителя судеб Ямы государь Юдхештхира согласился с доводами Драупади, ибо всегда полагал справедливым суждение тех, кто беспристрастен, милосерден, руководствуется буквой писаний и здравым смыслом. Ни Накула Сахадевую, ни Арджуна, ни даже Кришна и верный спутник его Сатьяки с женщинами царственного семейства никто из бывших на том судилище не нашел, что возразить Драупади. И только Пхима разразился гневными проклятиями и потребовал немедленно казнить детоубийцу, которого презрел даже собственный предводитель. Выслушав брань Пхимы, четырехрукий владыка улыбнулся и обратил лик свой к Арджуне. Всевышний молвил, «Драупади права, друг мой, нельзя проливать кровь Брахмана, но и Брахмана нужно убить, если он первым поднял на тебя оружие». Так гласит закон. «Ты не должен лишать жизни духовное лицо, но и нарушить слово, данное жене, ты не имеешь права. Брат твой Пхима и я желаем смерти души губу, но и матушке Крипи ты не должен причинить страданий. Пусть сердце у Арджуна подскажет тебе верное решение». Сута продолжал и тогда Арджуна решил убить Брахмана, впрочем, не лишая его жизни. В тот же миг он выхватил из ножен свой меч и отсек пучок волос с головы Ашватхамы, в коем благородные мужи носят драгоценные каменья. Лишившегося жизненного блеска мрачного как сумерки детоубийцу освободили от пуд и с позором выгнали прочь из лагеря. В самом деле телесная смерть не наказание для духовного сословия. Карой за преступление Брахману служит обревание головы, лишение имущества и изгнание из семьи. Когда возмездие свершилось, Драупади и пятеро пандавов, стеная и плача, учредили погребальный обряд над телами убиенных детей и возлили себе на чела, согласно обычаю, воду ганги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok